Всем привет! Заснимем сейчас небольшую видюшку про трактор. Сейчас прогреем его, померяем компрессию и заодно поменяем свечи. Посмотрим, как они будут работать. Тест на них сейчас особо не получится. Я с трактором тоже вожу мало, в принципе. Но все равно, я думаю, будет видно. В основном будет тестироваться весной, когда похота начнется. А сейчас пока поставлю просто, пусть стоят. Сегодня он завелся хорошо, но он у меня на прогрее стоял. Так что он завелся с полпышка, можно сказать. Ну все, сейчас прогреваем и почистим немного заодно. Снега у нас уже видите, сколько она ладьяхала. И все, валит и валит. Уже пихать некуда. Серега, я не работаю сегодня. Здорово! Снега! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас расскажу немножко про двигатель... Может кто не знает, что у меня за двигатель здесь стоит... Здесь стоит двигатель копеечный... Но он у меня расточен на 82... Кто-то может сказать не выходит, все выходит... Ни хрена подобного... Но блок старого образца он толстый, он идет гильзы примерно как у 11 блока... Это кто в курсе, кто поймет... В общем ладно, расточил и расточил... Работал у меня уже третий год примерно... И поршня стоят от двенашки, которые с вытеснителем... Сепень сжатия у него тоже увеличенная здесь... В принципе, кто может посчитать... Кому интересно, какая сепень сжатия... Я уже забыл, если честно... Ну, ход поршня здесь низкий... 66, по-моему... И на 82... Плюс камера сгорания в головке стандартная... Я головку не фрезеровал, не шлифовал... Ничего не делал абсолютно... По сути, тут как бы и блок, кроме расточки, все стандартно... Хотел его, конечно, переделывать под короткие шатуны... Ну, чтобы ход поршней... Даже колено у меня не было, скорее же, 213... Короче, сделать хотел 1,7... Но не нашел шатунов таких... Вернее, нашел, он сильно дорогие... Двигатель оборотистый, сами видели... Он короткоходный... Вообще, я его делал для снегохода... И поставил я сюда его типа как на обкатку, на испытание... Ну, вот уже третий год он тут у меня... Да, что, уже третий сезон будет по хату там... Ну, кому интересно, видео посмотрите, я там вставлю в конце... Ссылочку на это видео, где я мотор этот делал... Там чуть-чуть это вкратце показывал... Ну и первый запуск как раз был... Так, ну ладно... И, кстати, с того времени я ни разу на нем ничего не делал... Самое что интересное... А, еще здесь стоит... Шестеренка у меня разрезная... Давайте я сейчас открою тепло... Разрезная шестерня от регулированной фазы здесь... Тоже нормально работает... Тут уже какой год... А нагрузки он у меня получает конкретные... До этого стояло, правда, электронное зажигание... Но оно у меня все мозги... В это было, короче... Поставил я обычное контактное зажигание... Провода вот здесь старенькие такие стоят... Ничего я тут не менял... Даже разные они... Я их промерял... По сопротивлениям они все нормально... Одинаковые... Не стало ничего тут заморачиваться... Так, ну иди-ка сюда с этой стороны... Не лью сильно плохое масло я... Масло я меняю раз в год... Вот по весне я меняю... Без разницы... Не знаю сколько он накатывает у меня... Хотя спидометр вроде и работает... Но не жрет вообще от замены до замены... Эсса... Так... Ну все, давай, Мишань, ключи... Поворачиваем свечки... А, на зиму вот я делаю... Вот такой воздухан стоит... Запорожье скелетом... Он у меня подключен... А на зиму я ставлю просто гофру на жаровне... У меня без воздухана он вообще зимой работает... Пыли нету никакой абсолютно... Вот оно это электронное зажигание... Но в принципе все стоит... Тут только... Сейчас надо воткнуть трамблер... Другой катушку... Как бы заработает... Но... Я не знаю что за фигня от ним происходит... То ли такая коса дерьмовая... Какая-то Нимовская коса покупала... Она до того там блин это... Дерьмовые все штыкера... Короче искра то есть то нету... Вот сам может работать... Работать раз тупо потухнуть... Вообще потухнет... Потом ничего вроде не делал... И раз завелся... Короче замучился и поставил ее контактное... Но на контактном... Летом никакой разницы не почувствовал вообще... А вот зимой заводится конечно да... Чувствуется хуже... Давай... Ну все выворачиваем... Да... Свечки то конечно пипец выворачиваются... Дрюш конечно сочной клиш такой взял... Нехороший... Надо было головку взять... На 22 с трещоткой... Ту что удобнее... Во пошла... Вообще туго... Маленько... Подокислеет... Вон даже эти... Вон так... Он откручен... Так... А что у меня за свечи стоят? А... Финваловские стоят... 510... Ну в принципе это неплохие свечи... Сейчас посмотрим какой нагарный... Я говорю... Компрессор здесь тоже... Вернее все пинжатие тоже... Хорошая должна быть... 10 то точно есть... Потому что он на бензине детонирует... Вот надо было мне показать как он на бензине детонирует... Ну ладно... Сейчас покажем уже тогда на новых свечках... Когда переключаешься на бензин... Вот особенно прогретый... Прям детонация... Хотя бензин у меня 95... Залит... Во... Первая свеча... Какой нагар интересный... Четко кирпичный... Хотя он видите как была болит... Работает... Но это холостые у меня... Вот здесь я с газово потерял пружинку... Вот там это... На винт... Чувствительность... И она сейчас стоит жесткая... Здесь будешь как засрала... Недавно я их не уворачивала... Тут три года... Фигана... Она никогда же как бы закоксовала... Здесь продрала ее... Это плохо... Вот... Так... Это первая у нас... Ну-ка вторая как пойдет... Вторая что-то получше пошла... Что-то там маленько маслицо на ней какое-то есть... Я вот боюсь перегородки бы не высыпались на поршнях... От бензина... Ну я стараюсь на бензине... Да вообще на нем не ездить... Но иногда бывает... Вот... Вторая... Тоже такой же нагар... В принципе на резьбе тоже ничего нет... Криминального... Что-то выкрутилось почему-то... Он лежачий классный... Блин... Я говорю... Что-то гусеничный хотел сделать... Вот я его туда... Возможно... Мы его и снимем отсюда... Летом вообще хотим делать с Андреяном... Если денег мы берем... Гусеничные... Сакушки... Не знаю... Что у нас получится... Хотя у нас для этого все есть... В принципе... Все агрегаты... Даже двигатель... Вот он... Я туда и делал... Его... На трактор у меня есть еще один движок... Троечный там собрать можно... Который стоял... Кстати... Троечный лучше тянул... Все-таки... Подлинноходнее чувствуется... Когда... Лучше намного... Этот мотор... Он... На обороты хорошо... Но он для трактора... Не то... Маленько... Ничего... Три года отработал... В этом году не знаю... Фрезу я успею это сделать... Нет... Ну... Третья... Первый раз за три года... Выворачиваются свечи... Здесь баланс как закоксовалось... Третья... Ну... Четвертая самая... Неудовняцкая... Третья... Третья... Не сильно это удобно... Газовый клапан стоит... Третья... Ну и четвертая... В принципе... Все одинаковые... Весь нагар... Вот... С фоткой... Так... Двигатель, конечно, да... Доставалось ему конкретно... И перегревало... Бывало я его... У меня этот... Гребаный этот датчик... Без релюшки их подключен... Загорал иногда... Бывало забывал вам напрямую... Замкнуть... Сейчас вот... Два вентилятора у него стоит... Вот он один... Но сейчас одного хватает... И второй... Стоито с кондиционером... Вот я его отцепляю... Просто вот... Выдерну... Так... Ну что... Давай, мишенька... Залазь... Будешь крутить... Так... Газ... Дадим сейчас в полик... У меня тут ручной газ есть... Нажал... Все... Газ можно мишеньки не трогать... Понял? Просто будешь крутить... Стартер умеешь здесь крутить... Он тоже здесь стартер с небольшим заскоком... Втягивает... Втягивает... Вроде сегодня работал хорошо... Даже сдавел сразу... Так... Давай сейчас... Выключи пока... Крути... Ну... Ну что ты... Ты куда крутишь то? Туда... Куда туда? Да... Ну правильно... Давай крути... Сильнее... Ну... Ёперный треатор... Что ты не можешь? Тебя аккумулятор снял... А... Так ты же его поворачиваешь... Плесит... Давай еще раз... Пошел ты так... О... Ну... Зачем ты оставляешь? Хорош... Хрен удержишь... Ну... Большая в принципе... Раз... Два... Три... Тринадцать... В первом тринадцать... Давай... Давай... Щелка-щелка так... По чуть-чуть... Он сейчас включится... Давай-давай-давай... Так... По чуть-чуть назад вперед... Он сейчас включится... И ты крути... Ну... Давай... Давай-давай-давай... Вот... Хорош... Здесь больше набило... Да... Здесь ещё тринадцать с половиной, да где-то? Угу... это в принципе не страшно, он тут маленько как-то маслицо как будто. Давай! тоже 13, нормально. Хорошая компрессия. Давай! Вот здесь 14. Так вот что-то в четвертом и во втором у нас побольше получилось. Когда еще разок в первом? Давай. Хорошая компрессия. Нет, 13 четко. Нормально. Три года он уже от барабанил, все равно. Может быть зазоры надо регулировать в клапанах. Я может как-нибудь доберусь. Скорее всего зазоры. Я их ни разу не регулировал. Все равно уже что-то изменилось, я думаю. Ну все, давай выворачивать свечки. Посмотрим искру на старые свечки. Ну-ка, давай, Мишан. Хорошая, странная она. Пойдет. Так, достаем наши хербебуберные свечки. Хербебуберные. Вот такие. Кто, может, еще не видел. Они вот с такими чашечками, чашечками, вороночкой. Так, сейчас искру проверь. Я тут уже проверял на старые свечки. Ну, я сейчас сразу эту поставлю. Так вот. Давай, Мишанька. Что-то не пойму, где она лупит. Вроде лупит. Все, хорошо. Зазор. Зазор не кажется большего. Ладно, поставим с таким зазором, как есть. Ну все, поворачиваем. Тут, правда, ключ у нас свечной. Сейчас надо еще. Ну и последняя свеча. Так. Четвертая. Кстати, кто-то там спрашивал, где заказать. Вон. Есть вот на коробочке, видите, сайт. Я думаю, этот официальный. Зайдите туда. Там можно посмотреть и цены, и сколько стоят. Ну, как говорится, и как заказать. Небольшую рекламку сделаю. Раз уж что я оставлю. Подберется. Свечушки. И начинка. Вот, так. Я влюблю. Согласна. Эти, конечно, не актичные. Но рабочие. Сами видели. Скоро еще. Слабо, да, не, я выдернул маленький провод. Да, конечно, провода надо поменять. Ну ладно, все, работало и будет дальше работать. Мишанька, что ты слез, надо было заводить глаза под лоб? Пробуем, а, что-то я забыл, а, может вы уже поняли, я не сказал, что трактор у меня на газу работает. Что-то как ровнее вроде, или кажется. Двуха, да, да, да! Аплодисменты Аплодисменты Пращаемся на бензин Аплодисменты Аплодисменты Детонирует подольше маленько. Так, ну что хочу сказать. В принципе, уже... Это, конечно, эффект, я думаю, не от самих, может, свечек. Просто, что они новые. Ну все, давайте на этом видео будем заканчивать. Эффект, конечно, сейчас непонятный какой-то получился. Ну вроде есть. Возможно, это просто новые свечки. Раньше у меня он не заводился. Вот, допустим, сейчас заглох, да, на газу. Его не завести, пока здесь маленько не прикроешь заслонку. А тут сейчас стал заводиться. Но это, говорю, возможно, из-за просто это, что новые свечки. Так же чуть-чуть ровнее стал работать. Это так пока, такие впечатления. Но это не факт, что это именно прям сами свечки. Это просто новые свечки. Те уже проходили очень много. Три года они отпахали. Я не знаю, сколько они там уже тысячи. Ну, я думаю, их немало. Потому что масло все равно менялось. И черное. Работало на нем много по весне. Да и летом много он у меня работает. Так что он не стоит на месте. В общем, вот так. Ну ладно, будем тестировать. Там буду потом писать, что да как. Так, но все равно, уже что-то это. Есть какой-то небольшой эффект. Все. Заходим на драйв. Комментируем. На драйве есть борт журнал. Подписываемся на канал. Два юнца от юрца. Заходите в плейлист. Скину видео на плейлист. Ну, на плейлист ссылочку. И скину на видео ссылочку тоже. Где я мотор вот этот ставил. Ну, может кому интересно будет. А на этом всем спасибо за внимание. И до свидания. Продолжение следует.